друзья всем привет дубль 2 второй раз выхожу на прямой эфир первый раз потому что не получилось с интернетом были проблемы сейчас выйдет мой мой клиент он же мой партнер у нас клиенты остаются в партнерах потому что продукт работает они получают результаты и уже рекомендуя своим друзьям знакомым начинают здесь зарабатывать алсу сейчас нам расскажет свою историю расскажет свою историю как у ребенка не вылечить аденоиды без антибиотиков друзья всем привет меня видно видно слышно 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 тоже да ладно извините пожалуйста что так получилось я быстренько расскажу в общем моему ребенку пять лет и у нас аденоида начались очень рано где-то даже годика нам не было у нас еще лор врач удивлялся почему-то в таком раннем возрасте уже аденоиды и это всегда для нас заканчивалось плачевно потому что нам присоединялась бактериальная инфекция и нам всегда приходилось пить антибиотики чуть ли не пять шесть раз в год а это очень плохо для микрофлора кишечника слышно нормально да да слышно слышно хорошо когда почему с года уже болели кто-то заражал вас может старше обычно в садике мы начинаем да наверное старше со старший контакт был и у нее еще постоянно ну маленькие же дети они руки в рот суют поэтому так получается микробы заселяются и поэтому то есть вначале вроде она рвии подхватывает а потом идет осложнение температура не спадает по пять шесть дней и уже сдаем кровь и приходится всегда пить антибиотики но в этот раз я по маме всегда уж лечила да в этот раз я еще попробовала новомин n и у нас даже мы сдали кровь и уже нам врач-педиатр да вот новомин n врач-педиатр нам выписала антибиотики то есть по крови мы должны были уже пить антибиотики но мне кажется именно благодаря новомину n мы обошлись без антибиотиков потому что температура сама пошла на спад я даже ее не сбивала вот чем мы лечились еще значит и пам-7 и пам-900 одну капсулу в день но она у меня потому что маловесные есть всего пять лет поэтому только одну капсулу давала и еще я что заметила у нее прям вот в нас уже вот эти шишки появляются но когда аденоиды я прямо видела как из них что-то прям ну выходил гной что ли вот прям я видел как он реально вот так спадает опухлость и выходил гной в виде сопель вот это прям видела и и пам-7 и пам-900 важно давать во время болезни болезни прям каждый час просто ошибка но до ошибка многих они дают только три раза в день она не работает эти гома эти натуральные средства имеют накопительный эффект вот поэтому и пам-7 и пам-900 давала дальше мы обязательно в турунды корнем турунды в нос они кстати и зал я до сих пор продолжаю потому что они заложенность убирают и микробы естественно убирают бальзам нет я не развожу я прям вот так в на ватной диске вот так нормально не обжигает ничего ребенок нормально переносит и еще когда сильная температура высокая оттирала бальзамом корень вот и сейчас почему вот аденоиды именно осенью и весной потому что она у меня мерзлячка как бы ноги мерзнут и поэтому потом все воспаляется и ножки я тоже начала каждый день после садика бальзамом корнем и носочки одеваю да и грею и еще важный момент наши нутрициолог лили цируль подсказала что аденоиды на надо знать причину аденоидов то есть это или вирусная инфекция или же связано с кишечником и я обратила внимание на кишечник тоже и сейчас мы пьем ильбифит с агатовым бальзамом сам ильбифит она не может пить поэтому я открываю капсулу да вот агатовый бальзам да 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 ильбифит открываю из капсулы высыпаю в агатовый бальзам водичка развожу и так она может пить вот это мы еще пьем и до сих пор продолжаем пить чтобы не было вот этих вот ну повторно вот этих инфекций получается вот поэтому вот слава богу мы на этот раз обошлись без антибиотиков мне это прямо очень понравилось и новоамин n он реально крутой продукт вообще но он вообще нашей семье помогает я пила только в остальным ребенку давала только в острый период до агатов острый период да 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 потом уже я не стала продолжать потому что общие укрепляющие витамины она и так пьет вот наши дрожжи топ-топивишка вита мама вот эти она же продолжает пить вот поэтому я очень вот эффект увидела от новамина n и ильбифит конечно то что кишечник а все же из-за кишечника начинается если кишечная флора она как скажем она заселена патогенами когда вот дети кушают конфетки мы даем они уже заселяют грибками патогенными микроорганизмами а нужно их питать именно вот полезные да полезные микрофлоры нужно их питать полезной едой а полезная не сладость это полезная еда а полезные у нас дети особо не любят у нас компания тоже есть продукция для детей вкусняшки с лактуозой потому что у нас еще там дрожжей а еще я хотела добавить вот на постоянной основе мы пьем сироп вита мама а потому что он во первых идет шиповником а просто вот шиповник заваривать мои детки не очень любят а как раз да и в этом сиропе бита мама как раз есть шиповник а он и кардиологи советуют шиповник детям и вообще для иммунитета в нем же самая концентрация витамина c в шиповнике вот поэтому вот так вот получается из новамина из сиропа и не надо бояться что будет передозировка потому что во первых эти витамины абсолютно натуральные и витамин c он выполняет свою функцию и выводится из организма естественным путем этого не надо бояться что будет передозировки да водорастворимые витамины очень быстро выводится из организма поэтому конечно передоз хоть не может только может передоз хоть от жирорастворимых витаминов они вот откладываются да 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 именно так вот вот такая наша история я так понимаю уже реже болеете садик ходите да но в садик ходим да ну садик ходим ну как реже но вот осень началась мы успели переболеть я говорю вот этот как раз истории когда мы вылечились без антибиотиков но тут надо режим режим соблюдать ножки греть чтоб не не переохлаждалась тогда все нормально будет а я на ножки намазываю или гибкий лук или живопоз вот они очень отлично хорошая еще знаешь клиентки советовали в тазик наливаю теплую но смеха гореть и туда да 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 и нужно корень корень наливаешь и вот в этой водичке тоже хорошо выбираем надо попробовать да 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 я уже хорошо уходит вот так они распаривают ножки каждый день ну ну хочу сказать что можно обойтись без дорогостоящих фарм препаратов потому что даже нос промывать можно использовать обычный физраствор не обязательно аквалор и бежать за мерамистином для горла можно реально как бы обойтись без всяких гриппферонов виферонов генферонов всяких но смотри я даже не советую промывать нос потому что там у нас тоже заселена своей флоры который защищает там же защита у нас стоит чтобы на слизистой чтобы защищать от внешних бактерий поэтому если мы промываем то вот эта флора вся уже вычищается и там она как бы убирается что ли сказать но только во время болезни я это очищаем и только во время болезни когда нормально нет то есть этим не надо как бы злоупотреблять вот этим ощущениям это как бы не есть тоже хорошо мы высматриваемся вот этой девятисотый и распариваем ножки хорошо очень помогает плохо слышно слышишь в этом году уже не прибегали что-то зависает у меня опять понятно потому что все уроны что у меня на разных наш иммунитет не торопляет работать а вообще не торопляет наш иммунитет отдыхает да спасибо за приглашение